Самого доброго утра, в самой позитивной стране Европейского Союза. Латвия, привет! Просыпаемся и сегодня поговорим о пернатых. Насколько я понимаю, у нас произошла свадьба двух молодых влюблённых. И это настолько важное событие, что все официальные лица решили отметить как-то это важное, редкое событие. Даже сам президент Латвии, конечно же, заскочил к своим и отметился. Но теперь вот какой вопрос я хочу задать. Смотрите, а это было запросом общества. Было так, что в нашем обществе люди подали инициативу там на Monoballs, ну как демократия работает. Собрали там 50 тысяч подписей, что ущемлены права пернатых в Латвии. И это очень важно. И действительно, тогда депутаты своими собрались и приняли законопроект о этом партнёрстве. То есть это от народа исходило? Это запросы общества? Это люди попросили своих управленцев, которых менеджеров, они временных назначили на работу. И они сказали, ну раз люди просят, конечно. Или нас опять в очередной раз никто не спрашивал. Какой-нибудь там хитрый юрист Иудин придумал опять какую-то хренатень, обошёл все существующие законы, включая норму и этики, и придумал вот такую идиотизм. То есть люди говорят, нам это неприемлемо. Вот это нам не нужно. То есть народ Латвии говорит, нам это не нужно. Мы это отторгаем всячески. И нам говорят, нет. Самое важное, что у нас президент пернатый. Это очень важно. Причём сам президент, видимо, об этом не знал. Ну вот назначили его главным пернатым. И теперь у нас институт гражданства. 200 тысяч неграждан Латвии. Вот запрос общества. Почему в европейской стране, по-настоящему европейской демократической стране, никого не волнует вопиющий прочий случай нарушения прав человека. Когда человек здесь родился в третьем поколении, и он не может решить в местном самоуправлении прокладывать канализационную трубу вдоль его забора или нет. Но и тысячи других нарушений. Почему вот это никого не волнует? Почему об этом говорят всё и мировое сообщество, и местные. И это никто не видит. А вот маленький процентик, там 0,007 или 0,004. Вот он очень важен. И это выдвинуто у нас на уровень президента. Для меня это неприятные нотки. Потому что я уверен, что мы демократическая страна. Ну да, страна молодой демократии, но тем не менее мы демократическая страна. И у нас здесь всё происходит от демократии, народа власти. То есть народ избирает избранников, и мы идём каким-то курсом плохим, хорошим, но нашим. Мы его избрали. Мы люди. А по сути дела выглядит так, что нам назначают тех, кого мы не любим. То есть смотрите, в евродепутаты выдвинули двух мэров, которые искренне ненавидят всё население. И сказали, что это был выбор людей. Я не знаю человека, кто мог голосовать за Стакиса. Вот не знаю такого человека, кто мог голосовать за Ушакова. И тем не менее они прошли. Все люди вместе в государстве собрались. Предыдущим голосованием пошли голосовать против Каринша. И Каринша вуаля опять побеждает. Что-то тут не так. Понятно, что это голословно, но мне кажется, надо сесть все вместе. У нас же много умных людей в Латвии. Есть и статисты, есть и экономисты, и юристы. И не надо ли разобраться в механике, как получается так, что у нас то, что запрос общества даёт, это не выполняется, это не обязательно. А то, что кто-то там откуда-то, даже не с Брюсселя навязывает, вот это самое важное. И на это надо просто концентрировать своё внимание. Неужели президенту Латвии заняться больше нечем? То есть если я посмотрю на его посты, а я его подписчик, то вот давайте за полгода. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, что он сделал ещё. Насколько я понимаю, он катался на велосипеде, пропустил гусей. Насколько я понимаю, девушка упала в воду, и охранник его помог ей вылезти из воды, и он был на свадьбе пернатых. Что ещё сделал наш любимый президент для нашей Латвии? А теперь посчитай, сколько он дней там сидит, и сколько он обходится нам под деньгам. Это наш президент? Или у нас опять в очередной раз факап? То есть у нас тот человек, который неприемлен нашему обществу. Причём я говорю на одном языке, но люди на другом языке, который видит сны, думают ровно точно так же. Вы не замечали, что тут что-то не то? Вот алью масло в огонь. Сейчас идёт у нас разбирательство по поводу Каринша. Честно, руку на сердце ты поверишь, что Каринша посадят за многомиллионные растраты. А если я завтра велосипед украду, что будет со мной? А что будет с Кариншем? И у нас получается, что, ещё раз говорю, это не менеджеры, не народные избранники, а это какие-то боги, поставленные какой-то администрацией сюда. И всё, что бы они ни сделали, это и законно, и нормально. И немного тогда непонятно, как функционирует демократия. Пусть молодая, но всё-таки демократия. Вот такие мысли у меня сегодня с утра. Но на эти выходные в Цессиси проходит фестиваль «Лампа». И вот на все вот такие непонятные вопросы на этом фестивале как раз происходит дискуссия. Поэтому если кому-то тоже искренне что-то непонятно, неплохо было бы встретиться в Цессиси на фестивале «Лампа». И там, по-моему, 370 вот таких острых обсуждений. И вот это уже демократия. Пускай не на уровне правительства САИМа, а пускай на уровне хотя бы народной инициативы. Но это по-настоящему очень интересный фестиваль. Если кто-то об этом не знал, буду рад, что я об этом вам рассказал. А всем остальным по традиции напомню, что Латвия в любом случае самая позитивная страна Европейского Союза. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова